Девушки отдыхают 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 Хотя, не знаю. Какие деньги? Что такое деньги? Я мечтаю превратить дом, где я выросла, где все, собственно, начиналось, в музей Земферы Рамазановой. Столько в моей жизни было этих самолетов, никогда не угадаешь, где же он мне приземлится. Я плачу, за эти буковки и цифры улечу. Это самолетик. Он появился у меня спустя год, как вышел клип, где делают патуировку на шее. И до дрожи пробирает в костях вообще каждое слово, каждый жест, каждая нота голоса этого человека. Я буду сдержанной, взрослый снег пошел. Просто видеть, узнать, как он живет, чем он живет. И, ну, типа, часы у него добрые. Это один из самых важных моментов моего жизни. Виталий, который дороговказал мне, человеку, который для меня стимулом, сенсом. Это и есть сбирка моих версий, которые присвящены Виталию Горбовскому. Я четко понимал, что если я в ближайшее время не попаду на концерт, со мной вот что-то плохое произойдет. Но я не переживу этого. Я помню, у меня даже на воду не было денег. Я заходил в заведение и просил попить. Просился просто к умывальнику. Ну, они мне предлагали какую-то воду. Я говорю, мне нет денег на воду. Мне, типа, из умывальника подойдет. Ну, не из умывальника, а из-под крана. Вот она только вышла, и как бы время перестало существовать. Это можно обозвать фанатизмом. Можете так обзывать. Я фанатизм Фиры. Ты скучала в дверь открытую. Я молчала, как убитая. Обманули на улице даже жара. Началось лет в 13. И в 13, я помню, я впервые поехал на концерт. В конце концерта я начал почему-то плакать. Потому что я не понимал, почему вот таких людей нет со мной рядышком. Почему она где-то вот далеко. Она какая-то абсолютно... Ну, такой бог, которому вот мне хочется тянуться, тянуться, тянуться. А я вот не могу так сильно полюбить никого из тех, кто меня окружает. Масовая истерия. Эмоции берут гору над разумом, когда ты видишь свою мрию. Идеал, или даже идол. Легендарные Битлз. Майкл Джексон. Квинт. Нинешние Мадонна, Леді Гага, Джастин Бібер, Псай. Ловлять на собі миллионы захоплених поглядей. Потерпают от шаленных переслідуваний. Стают объектами палкового коханья людей, без яких творчость известного артиста не мала бы ніякого сенсу. Фанаты. Кто они? Творчие люди, которые ценуют мистецтво? Схиблены, недолюблены батьками особи? Или те, кто верит в диво и идет до своей метки? Кто такие фанаты? Это эмоционально отраженное слово, которое означает гипертрофирование увлечения чем-либо. Как из мозаики, из наших увлечений состоят наши портреты, без увлечений и привычек. Но если какой-то кусок мозаики слишком велик, он может прямо-таки затянуть ногу. Поэтому любой фанатизм – хорош до определенной меры. Где эта мера? Когда ваше увлечение мешает вам спать, кушать, любить, разрушает ваши отношения с теми, кто любит вас. Это уже через меру. Я очень давно хотела татуировку. Мне очень не хватало этого имени на своем теле. А когда оно возникло, я очень рада вас. Мы очень ровно живем, существуем. Я вот омываюсь, вижу. Первый концерт – это был такой, я не знаю, я вообще не верила в то, что это можно увидеть. Это моя жизнь, просто она протекает под вот этими очень горячими лучками, направленных для эмоций. Испытываю вам за мной. Будь в курсе. В детстве я витанцовывала под их хиты разом с миллионами девчат колишнего СРСР. Всюду слягать, не надо влагать, но было горе, было и прошло. Все приемелье сорокнатки, все приемелье сорокнатки. А жизнь хорошая такая, и улыбнись, и обьи. Легендарный гурт «Нана» разбив сердца не одни тысячи красунь. А ревнощи одния из фанаток призвели до страшного. Вбивство – кращые подруги. Есть люди, которые жизнь самоубийством окончают. Бывают несчастные случаи на концертах происходят. И, как правило, всегда вину возлагают на артиста. Будет такой один очень страшный случай давно, когда фанаты говорили, группа «Нана» убила свою лучшую подругу. Да, та, которая убила, ну вот сидит. Мы ведь, к сожалению, все люди. И у каждого есть пристрастие, у каждого есть какая-то любовь. Нельзя рассортировать поклонников на хороших, плохих, средних, высококачественных или совершенно безнадежных. Маргариту, яка палко кохала на найця Володимира Політова, знайшли мертвою. Еї найкраща подруга Вікторія досі відбуває покарання за ґратами. Виною тому – ревнощі до свого кумира та, очевидно, не зовсім здоровий глуст. Вот как ты пережил и вспоминаешь ли я об этом? Я приезжал к ее родителям, мы вместе ходили на кладбище. Так, естественно, переживаю, потому что в какой-то степени, ну, хотя это и не так, но у меня душа ты чувствуешь свою причастность к этому. На піку слави гурт «Нана» розривав стадіони своими гарячими виступами. Нинішнього року гурт «Нана» святкуватиме 25-ти реча творчості – чверть віку. Хлопці стали зрілими чоловіками і знімаються в кліпі стриманими, розважливими. А от раніше вони не соромилися роздягатися прямо на сцені. Їхні фанатки ридали та не притомніли під час концертів. «Нана» Ставьте сейчас на одну секундочку, что вы отец фанатки групи «Нана». Конечно, конечно. Вы спали спокойно? Конечно. Более того, я бы был благодарен судьбе, что у меня девочка и ребёнок хорошо воспитан, хорошо развит. Вообще, почему-то считается, что иметь куміров у фанатів – це плохо. Це чушь собача, це внушають конкурентів, як правило, да, не сотвори себе куміров. На самом деле, ми всі маємо куміров по житті. Это сначала наши мамы, которые мы со всем, да, потом родители, потом братья, сестры, потом кто-то во дворе. Мы по жизни ведомы кумирами нашими, которые ведут нас, как столбовые вешки, туда, куда мы хотим направиться. А как мы с кумиром? Это невозможно. Будь в курсе. Истинные фанаты божают наслідувати життя кумирів. Для них важливо знати про зірку все. Когда она прокидается, что читает, какие стравы вживает, и большинство знаменитостей с радостью делятся подобной информацией. Один из них – співак Дан Балан. Есть, как обычная человек, но только не на думку фанатів. Он для них не мов пришелец из космоса. И мало кто сдогадывается, что секс-символ России в 2012 ніяковее, когда его так называют. Ну, как живется секс-символом? Я не знаю, о чем придумываешь и ставишь меня полнеловкая ситуация. То, что ты не ощущаешь себя самым сексуальным? Я не знаю, как мне такие вопросы, потому что я сейчас кроме человек, и я немножко смущаюсь, когда такие вопросы. И я не очень верю в секс-символов, которые стыдливо опускают глаза. И секс-символом делают для того, чтобы они нравились. Секс-символ, который смущается и не хочет нравиться – одно из двух. То ли лицемерит, то ли он не секс-символ, вы ошибаетесь. Не зважаючи ни на что, Дана Балана люблять тысячи. Но мало кто знает, что он сам колись был палким прихильником. И закохался молодой актрису Олену Кондулайнин. Девушка, губинка, помню, я не мог вести в себя очень долгое время. Тогда не было там, понятно, блокады, что такое. Единственное, что я мог сделать, это какая-то программа, где там зверобой 4.30. Когда ее вырезал и поставил. И оно особенное такое, да, то есть непонятно. У чьего феномен зерки? Та для чего они нужны людям? У легендарного Баррія Лебасова есть властная теория. А чем объясняется куриц звезды? Я хотела бы вам напомнить, что вы ответили на более агрессивной. В оригинальной части звезда нужна для жертвоприношения, для оболгания, чтобы спрятать под личиной безвинного свои злодеяния и грязные помыслы. Конечно. Я хочу вас спросить, действительно ли вы считаете, что быть звездой это жертвоприношение? Конечно. А если это тебе приносит удовольствие, это жертва, как же это может быть? Ну, например, Диоген или там Сократ или Жанна Д'Арк. Ты бы хотела быть такой звездой? Нет. Ну нет, видишь, потому что ты не хочешь гореть, ты боишься запах шашлыка. А я бы хотел сгореть на Красной площади, конечно. Потому что мне шашлык в общем нравится. Может быть это больно. На самом деле звезда это жертва, безусловно. Ну, это жертвоприношение, за которое очень хорошо платят. Я ни разу не видел ни одной звезды, понимаете, которая бы отказывалась от высоченных гонораров. Наоборот, когда спорят о гонорарах, торгуются, говорят, ну я же звезда. Так что если это и жертвоприношение, то очень приятное жертвоприношение. Это очень тяжело. Это невыносимо. И только сильные личности. Ну вот посмотрите, что делается с Киркоровым. Любое его движение, шорох или пугачёвое. Ну как можно? Непереносимое практически. Ноша тяжело носимая. Но они же не могут уйти со сцены из-за этого. Или бросить петь. Это призвание, это натура, это существо. И поэтому приходится терпеть, отбрыкиваться, отбиваться над всех этих напасей. Теперь, 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 я ведь устаю звезды, теперь, 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 все у нас не просто теперь, я рядом и вдали. Тепло, было и любви уже не воскресить, уже не воскресить. Знаете, теперь зачем? Порожний зал. Страшный сон для артиста. Поэтому они навмисно в текстах своих песен закликают поверить в диво. Жди меня в своем городе. Я люблю тебя, но не знаю. Звичайно, я вірю, что нет ничего невозможного. Але хіба варто забувати про те, що фанатів мільйони, а зірка одна. Причем тут тексты песен? Потому что тексты песен ваши зазывают, любите нас, поверьте в чудо. Мы никогда не пели «Любите нас» и «Верьте в чудо». Такого никогда не было в наших текстах, даже близко. Это девочки, которые слушают песни о любви. Они представляют себя на месте наших подруг. А они уже додумывают сценарий. Ну что красиво, я поехали кататься. Отбрысь, что я жарю теплоко. На палубе мы будем словаться. Люби меня, люби. Жарким огнем, ночью идем. Сердце сжигая. Любви, как солнце. Как солнце, грустная луна. И не опускай меня за любви. Готовы готовы ради того, чтобы армию фанаток свою расширять? На все. Готовы мерзнуть, в проруби купаться зимой, летом в жаре песок горячий зарываться. На все готовы. А не жалко этих бедных девочек, которые плачут горькими слезами? Жалко. Мы их очень любим. Это один, а их миллион? Да, что, да. Я их очень всех люблю. Всех? Я люблю бедные, знаешь, кто? Мы ради них живем, работаем. Вообще все, что мы делаем, все для них. Вот эти мучения, это все, чтобы им нравилось, чтобы они крипанули от этого. Все эти идеи, все эти затраты денег сумасшедших. Все ради того, чтобы вам, дорогие девчонки, вообще все почитатели наши, чтобы вам это понравилось. Поэтому мы готовы страдать. А где у Виталика Козловского шаленые фанаты, которые заважают? Есть такие люди, которые иногда заважают жить, приходячи на ночь, звонячи мне в двери. А будут активки, когда перевертали? Купа народов приходит до машины, начинает там по векнам бить, ее раскачивать, ну, потом доводится машину мити, а также, кроме того, что она замацана, она все обцелована, и попизнана помадой маркерами. А там физических никогда не завдавали на концерт? За ногу дергали. За ногу дергали, за руки тяглись сцены, поэтому я в последний час как-то так же выбирково даю свою руку, потому что я колись дав по морде одному дебилу. Я сподіваюся, что дебил перетворился в нормальную, что это для него был хороший урок. Мне вообще не очень нравится слово фанаты или поклонники, потому что там нужно кланяться и фанатеть. Чи были у вас фанаты, які все-таки трошечки, можливо, нездоровым глупым? Нам очень повезло с нашим публикой. Мы уважаем ее, она уважает нас. Это такая постоянная, волнообразная среда, в которой и ты, и люди, которые тебя слушают, подвержены вот этому обоюдному апгрейту. И в этом смысле у нас аудитория еще раз повторяю благодарна. И мы тоже благодарны за то, что они тактичны с нами и за то, что они принимают нашу тактичность по отношению к ним. Поклонники делают звездам тот самый пиар. И чем более буйные поклонники, тем более буйный пиар. Поэтому я сомневаюсь в искренне слов звезд. Будь в курсе. Сегодняшняя тема мне очень близка. Хотя я никогда не была фанаткой, но закопление зеркою помогло мне сдохнуть свою мрю. Адже нередко відомые люди своим прикладом доводят, что всего можно досягти власными силами. На эту фан-зустріч люди съехались из разных куточков Украины. Дехто из них не ходит, а дехто не разговаривает. Это частина фанатов, стимулом в жизни, для которых есть любовь кумира. Вот такие вот встречи, это ключевые моменты моего життя. Я, грубо говоря, живу от встречи до встречи, потому что когда я перед этой человеком, то действительно для меня есть кастовая, и будет, и будет, и кастовая, и это просто невероятные ощущения, эмоции. Дизнавшись, что ее кумир за освітою журналіст, Вікторія сама вступила до вузу на таку же специальность. Я сейчас в общество учаюсь на пятом курсе. И дякую Віталику за этот кустов, за стимул, потому что если бы на этой человеке, я бы жила по-другому, но моя жизнь не была бы настолько счастлива, как мне, каким она является. Одна из сегодняшних гостей, она также не может ходить, но она поступила на журналістику, благодаря тебе. Да, да, это правда. Это Викуська моя, Гороша. Викуська, которая мне пообещала, что будет ходить на следующий раз. Я вам хочу сказать, что когда у нас была первая встреча с Викой, я не знаю, из чего, я ей сказал, что на следующий раз, когда мы с тобой встретимся, ты должен ходить. Она мне пообещала. И уже был прогресс, когда я увидел, что она ходит с ходульками, правда. Вот, но она пошла, и это для меня была воного рода, насправді. Мне приятно, что я є стимулом для них, а они є однозначно величезным стимулом и для меня. Зимфира вам много помогло. Вот душе никогда не холодно. Ну, реально никогда. Всегда тепло. То есть вот я знаю, что даже если совсем все где-то плохо, ну, если такое, конечно, бывает, то всегда есть зимфира, которая, ну, не даст леду, льду как-то заморозиться. Спасибо. За то, что мы, в принципе, живем с ней в одно время. Вот мне очень крупно повезло, что я живу с ней в одно время. Такой раритет человечества. Я задыхаюсь от нежности, от твоей моей свежести. Я помню все твои вещи. Зимфира, спасибо за песню, спасибо за музыку. Почему? За то, что ты рядом со мной все это время. Ты мне очень дорогая, я тебя люблю сильно. Всем сердцем. Будь в курсе. Та чи можно простей людине дотягтися до зірки? Звичайно, можно. Ось вам яскраві приклади кохання зірок та їхніх колишніх фанатів. Як цього досягти, та чи варта ця непроста гра свечок? Был би очень прикольный, очень интересный вариант. Стать музой звезды. Если вы умеете вдохновить звезду, это прекрасно. Правда, вы останетесь. По крайней мере, дальше 50. Пишите смс, мелькайте перед глазами, делайте маленькие подарочки, только помните. Очень высота транкулета. Тому моя вам порада. Якщо вы маете мету закохати в себе зірку, переходьте з розряду фанатів и достойного потенційного партнера. Станьте музыкантом, танцівницею, журналісткою чи пиарником. Якщо вы людина нетворча, будьте и директором, чи экономістом. В зірковому коллективі вони також необхідні. Головне, вы маете быть профессионалом. И кто знает, возможно, зірка запросить вас на побачение первой. Но не забывайте. Звезда необычный человек по определению. Поэтому обычного счастья не будет. Будет необычное. Если вы хотите необычного счастья, пристегните ремни. Там очень большие перегрузки. На жаль, на сегодня это все. С вами была я, Алина Шаманська. Будьте в курсе, что недели напишите нам за адресу, яку бачите на экране. Памятайте, что життя, как в прямом эфире, повторного дублю не будет. Но все добре. Субтитры сделал DimaTorzok